Так вот, сейчас стало ясно, что та структура государственной власти, которая укрепил Путин за последние 15 лет, потому что первые четыре года он был, стал на цепочках и исполнял то, что ему было сказано. Так вот, за последние 15 лет Путин создал то, что теперь не устраивает ни элиту, ни народ. И он остался, на самом деле, один. А поскольку одному быть невозможно, ему нужна поддержка, вот его и лишают этой поддержки, силовой поддержки. Ему сказано, Путин, мы решим, мы сейчас начинаем, скажем так, программу дефамации твоей поддержки. Казалось бы, кто может лишить Путина его власти в Российской Федерации, да? Кто? Деньги. А деньги при всем безграничном богатстве, несметном богатстве Путина в России, все-таки находятся не в России, а у хозяев денег за рубежом. И вот сейчас, я думаю, вот это вот заявление Минфина о том, что нужно сокращать армию и Росгвардию и МВД, это, может быть, если не последнее предупреждение, но предпоследнее точно. Путину сказано, что все, Вован, ты нам уже больше в том виде не нужен, давай-ка сними свои амбиции в отношении своей поддержки и будем договариваться. То есть торг уместен, так можно сказать. Конечно, это мои предположения. Еще раз скажу, Конституция вообще никакого отношения не имеет, значения не имеет для него. Речь пошла о власти. Путин уходить из власти не хочет. А ему говорят, ты держишься теперь денежки, ты знаешь, где и кто может перекрыть кранчик с деньгами? Тебе и всем нам. Поэтому, чтобы нам не перекрыли этот кранчик, давай-ка его выходи по-хорошему. Есть сигналы, которыми обмениваются соответствующие два клана. Путинский либеральный клан и антипутинский либеральный клан. Безусловно, Набиулина и вся эта вот его агрессовская, оно считается пропутинским. Но это не совсем так, а может даже совсем не так. Потому что то, чем распоряжается в России деньгами, вот его, скажем так, ближайшие сатрапы, на самом деле хозяева сатрапов не Путин является их полным хозяевом. Они подчиняются мировым хозяевам денег или мировой закулисье. Вот чем смысл. Валерий, да, Валерий Соловей сейчас последние где-то недели две или три просто не сходит, не выходит из информационного пространства. Причем он грозит, вот, грозит тем, что он является выразителем или представителем тайной, могущественной силы. Наместник. Вот, да. А эти тайны, могущественные силы, ясно, это Чубайс, Греф, Набиулина, ну и прочее, прочее, прочее. То есть, это там же Дьяченко Татьяна, ну, дочка Путин, там же еще, вот Юмашу, по-моему, это вот тот Ельцинский клан, он на него ссылается. И если я, если до этого Ельцинский клан себя выставлял от себя фронтменом или, ну, скажем, передовым бойцом выставлял Навального, Навальный, по-видимому, свою функцию уже отыграл. Ну, играть роль изгнанника там за рубежом можно, вот, но все-таки нужны соответствующие лица в России. Я думаю, что Соловей, это, безусловно, опасный очень, опасный человек. По крайней мере, это очень умный человек, несмотря на одиозность своих заявлений, это человек очень умный. Конечно же. Более того, он заигрывает с оппозицией. Я думаю, что Навального карта разыграна, он остался где-то там в второй очереди в колоде, вот. Возможно, Соловей сейчас выходит. Опять же, это Ельцинский клан, о чем он прямо и открыто говорит, о чем он прямо и открыто заявляет. Я немножко не понимаю, Соловей на царство? Я не понял. Ну, это, конечно, звучит... Вы знаете, сейчас мы живем в такое время, что Соловьев на царство, не на царство его, его хотят, по-видимому, Соловьев, Соловья хотят выдвинуть в качестве новой интеллектуальной фигуры, способной там что-то... Ориентир. Да, как ориентир. Вот почему. И он для этой роли вполне подходит. Это не Навальный, кажется, не дурачок Навальный, но где-то... Попроще будет, конечно. Попроще будет, да, намного проще будет. А это уже все-таки фигура, потому что идет постоянно отбор лиц на эту роль. Навальный отыграл свое, не справился, ну, с чем-то справился, с чем-то не справился, отошел. Сейчас, возможно, Соловей эту роль играет. Я к тому, что сейчас между путинским кланом и антипутинским, либеральным кланом, это оба либеральные клана, между ними они входят в какой-то... То есть узел затягивается, и нас ждут события. Я думаю, если раньше мне казалось, что, ну, может быть, год, два, то и три, вот, я думаю, речь пошла уже о месяцах. Я думаю, что для них, кого мы сделаем нашим главарем, не имеет значения. Сделали же и подполковника ФСБ в свое время целым президентом Российской Федерации. Да, они сначала думали, что будет эта техническая фигура. То же самое и с Соловьем, то же самое с Навальным. Для них эти фигурки, эти пешечки, для них большого значения не имеют. Это мы привыкли к конструктивным... У кого конструктив? Конструктив, конструкция, это строительство чего-то. А у них одна задача. Это практически владение Россией. Оккупационное владение России. И тому, и другому. И тому клану, и другому клану. Поэтому для меня искать, если у них конструктивно... То есть конструктив уже само по себе предполагает какое-то позитивное, положительное влияние на наше развитие. Нет там ничего положительного. Ни у Путина, ни у Навального, ни у Соловья, ни у Диченко. Такие диктанты, вообще-то. Не все так шоблы, вот, либеральные. То есть ситуация закручивается с гайками. Не к тому, чтобы я сейчас не сказал бы. Есть вещи, которые нельзя говорить. Какой смысл говорить? То, что нужно будет делать. То есть можно... Вот Миша Шандаков посадили за то, что он говорил. А не за то, что он делал. Поэтому, если говорить о месяцах, я считаю, что все-таки, почему вот эти две позиции, одна путинская, другая антипутинская, путинская это госсовет, антипутинская это сокращение силовиков, практически вызов недовольства внутри его опоры Росгвардии и армии, и МВД. Вот. Это и есть тот ответ. Вован, давай договариваться. Уходи, иначе нам будет плохо. Прежде всего, тебе будет плохо. Такие вещи не ускакивали, чтобы в открытую пойти. Ведь это плевок Путину. Это плевок Путину в лицо. Мы хотим сократить на 100 тысяч вооружённые силы, на которые ты звонишь, пройти кинжалы различные, арматы, маматы и так далее. Вот. Ты нам говоришь, а мы говорим, а мы хотим сократить на 100 тысяч вооружённые силы. Ты говоришь о Росгвардии, там о чём-то ещё, а мы хотим увеличить срок. Понятно, что если офицерам и контрактникам служить на 5 лет больше, а потом там теперь не засчитывается срок обучения, не засчитывается срок службы. Ну, это явно уже всё. Нет, там много, там сплошное поражение в правах. Совершенно точно. Это явное недовольствие в силовых структурах. Ты хотел на них опираться, Вова? Это не я, я к нему говорю. Вот в чём дело. На такое открытое противостояние с Путиным, Минфин и другие структуры, даже в Совете Безопасности, не шли. А сейчас пошли. Вот почему я считаю, что темп изменений, нарастание напряжённости между двумя либеральными кланами, правящими Россией, сейчас обострились. И выход, по-видимому, уже не за горами. Поэтому я назвал это количество месяцев. Не говоря о том, что сейчас состоятся в начале ноября выборы в Соединённых Штатах, вот, пользуясь случаем, я хочу сказать, может быть, пару слов, и оно тоже будет иметь значение для нас. Здесь зачастую говорят, кто нам лучше, там, Трамп или Байден. Нам главное, чтобы не было очевидной победы ни Трампа, ни Байдена. Чем они больше будут какаться, самое мягкое слово, чем они больше будут какаться между собой, тем лучше. Потому что для либерастии нынешней в России им это плохо. Почему? Потому что падает производство в мире, а нам не потребуются наши нефть, газ и металлы никому-то. Для них это очень плохо. А нам-то зачем мироустройство, при котором нам идёт роль практически сырьевой колонии?